Ну а если вы впервые на этом канале, не забудьте подписаться. Приятного просмотра. Всем смертельного утра. Здрасте. Господи, на кладбище веселее, чем в вашем классе. Чё такие грустные? На физкультуре устали, сдавали нормативно время. По остановке сердца у спортсменов. Поняла, давайте отметим, кого нет. Сегодня все присутствуют. Готовим домашнее задание на проверку. Братанчик, а что нам задавали? Любого пожилого человека. Сделал? Ага. Мне просто попалась бабка с такими родственниками, что они всё за меня сделали. Я только её к туннелю провёл. Повезло. Блин, уже время. Тихонечко посидите, я на минуточку отлучусь. Викторович, на стройке нужно каску надевать. По уровню. Михалыч, 15 лет этим занимаешь. Что может случиться? Упс. Кирпич, хорошее оружие. Я здесь, просто помимо основной работы ещё подрабатываю. Итак, смерть Клобухин, показывай домашнее задание. Я не сделал. Ну ты посмотри на него, а потом у нас старики до 90, до 100 лет доживают. Два балла. Интересно, есть хоть одна вселенная, в которой я нормально учусь? Мама, почему наша чихла хуа умерла? Значит, так нужно. Не могло ж это произойти случайно? Ух, так торопилась, что аж по дороге на собаку наступила. Всем смертельного утра. Здрасте. Псс, Настюха. Что? Не хочешь после школы прогуляться по набережной? Посмотрим, как мотоциклисты разбиваются. Меня вообще-то уже смерть Клобухин пригласил в крематорий. Братик, вот и крыса. Сорян, братан. Дальше пишем. Никогда не спрашивать последнее желание у людей. А почему? Я как-то раз спросил, а мне говорят, можно досмотреть сериал? Интересно, чем закончится. И где сейчас этот человек? В аду или в раю? Все еще на земле. Кто ж знал, что этот сериал путеводный свет в 15 тысяч серий? Ха, хорош. Все, урок окончен. Ну что, пойдем? Ага, я еще на перемене сбегал, взял нам рыбки. Пожарим там хороший огонь. Жалко, конечно, чучу. Ну ничего, зато тебя дома ждут рыбки в аквариуме. Пошли быстрее, так хочу их увидеть. Интересно, есть смерть после смерти? Всем смертельного дня. Здрасте. Я не поняла, это что за форма одежды? Ты в школу пришел или на гульки? А ну быстро снял. Да ну блин, не дают самовыражаться. Сдаем свои презентации на тему оружия массового уничтожения. Автомат, 30 смертей за раз. Неплохо. ПТРК, 1000 смертей. Хорошо. 40 миллионов, и это только за один раз. Вот, учитесь, 5 баллов, отлично. Да задрот он и в школе смерти задрот. Достаем свои косы, самостоятельная работа. Дружище, есть запасная? Не, братан, только одна. И вот так, вот так. Смерть, Клобухин, где твоя коса? Да батя мне вчера забыл наточить. Ну ты посмотри на него, держи. Спасибо, ваше отвратительство. Все, задание есть, работаем. Пожалуйста, не надо, я еще так молод. Да не бзди, я пришел не за тобой, а за твоим хомяком. Всем смертельного утра. Смерть, Клобухин, это что такое? Это я у физрука взял гирю позаниматься. Быстро убрал, урок начался. Простите за опоздание. Стоять, почему от тебя воняет жизнью? Это все пацаны в туалете, я только рядом стоял. Ребята, я еще раз предупреждаю, кто будет радоваться жизни, родители в школу. Ты что, братик, чуть не спалился? Та-да. Итак, наш предмет человекология продолжается. Сегодня у нас тип человека, наркоман обычный. В смысле, так мы же только бомжей должны были проходить. Уроки не надо прогуливать. Записываем царство животное, вид солевой, класс обычный. Добыча легкая и неинтересная. Я вчера таких двоих положил, реально скучно. Отош, так что, пошел он отсюда. Братан, ты что? Я из-за этой дряни только что умер и воскрес. И что делать? Ты еще спрашиваешь? Забивай вторую, я хочу еще раз это пережить. Интересно, почему в цирке смертельные номера не заканчиваются смертью? Так, а ну признавайтесь, кто это сделал? Какое небо голубое. То есть, по-вашему, это смешно принести учителю на последний звонок цветы живые? Да тихо. Хорошо, тогда будет как в армии. А это как? Если виновного не найдем, я его назначу. Братанчик, ну ты же со мной до конца? Ну конечно, дружище. Я извиняюсь, а можно мне одного мальчика могильные плиты с линейки потаскать? Я помогу. Братик, а как же до конца? Так это же и так уже конец. Кхм-кхм, смерть клановна, то это я вас так пранканул. А ты знал, что со смертью не шутят? Ну и что вы мне сделаете? Записывай домашнее задание на все лето. Да ну это нереально, я пока одного убил, сто появилось. Хороших каникул тебе. Да ну блин. Нихао, а кто ты такой? Да давай уже жри эту скалопендрию, я за тобой. Хорошо. Всем смертельного утра. Ого, смерть клановна, вы че похудели? Попробуй тут не похудеть, когда у тебя в списке ультрамарафонцы. Еле догнала. Я не понимаю, а че мы чаще приходим к спортсменам, чем к наркоманам или алкашам? Что с того алкаша взять? Пришел, косой махнул и все. А спортсмен? Ты за ним, а он убегает от тебя, борется, сопротивляется. Ну да, так интересней. Проверяю домашнее задание. Смерть Ранькина, что у тебя? Я пришла к парню, который наглотался таблеток из-за невзаимной любви. Господи, неужели такие дурачки еще существуют? А вот моя работа. Почему он такой довольный? Ты что, ему анекдоты перед смертью рассказывал? Не, он в лотерею джекпот выиграл и отчасти умер. Нелепо. Смерть Клобухин! Шо? Почему твое домашнее задание живое? Не понял. Что ты сидишь? Догоняй. Ох уж эти футболисты и тут симулируют. После смерти человек попадает в загробную жизнь. Получается, пока он живет, у него жизнь надгробная? Да тебе ли не все равно? Братик, а что ты такой грустный, как школьница перед абортом? Надоело уже вот это все. Всем смертельного утра. Простите за опоздание, один руфер задержал. Офигеть, какой я бесстрашный. Да давай ты уже срывайся, я на урок опаздываю. Так что быстро проверяю домашку. Что я задавала, Владичек? Выучить пословицы. Поехали. Кто рано встает, то долго не живет. Хорошо. Под лежачий камень мы всегда успеем. Не рой другому яму, пусть этот другой ее роет себе сам. Смерть, Клобухин, а ты чего молчишь? Да надоело уже эта депрессуха. Вон школа жизни напротив нас, слушает Макса Коржа. Жить в кайф, радуются, а у нас одна смерть. Опять не выучил домашку? Опять. Два балла. Ну, хотя бы попытался. Псс, братан. Че? Знаешь, как называют похороны электрика? Как? Заземление. Всем смертельного утра. Ого, а что с вами случилось? Да двое решили посоревноваться, кто дольше дыхания под водой продержит. Ну, чтоб никто не обижался, я им ничью сделала. Так сказать, победила дружба. Так, записывайте задачу. Бомж весит 74 килограмма. Сколько нужно боярышника, чтобы отправить его на тот свет, при условии, если флакончик 50 миллилитров? Фу, опять эта матемосмертика. Все, работайте, я на секундочку отойду. Братик, что ты делаешь? Теперь я, смерть клановна. Поставь на место. Да ладно тебе, что может произойти? О-оу. Интересно, это на что-то повлияет? Че ж вы, мама, так рано от нас ушли? Не дождешься. Прощай, жестокий мир. Не понял, это же 17 этаж. Я думаю, что нет. Братик, что ты думаешь? Да вот думаю, если похоронить шахтера, это будет считаться, что он вернулся на работу? Да я не про твои философские мысли, а по поводу сломанной косы. А, ну ты же ее починил, думаю, не заметит разницу. Я вернулась. Не поняла, это что такое? Успокойся. Заметила. Смерть клановна, вы не поверите? Не поверю. А зря. Я такую классную историю придумал. Что же ты натворил? Успокойтесь, я все продумал. Пока косу вашу будут чинить, людей вы можете убивать вот этим. Правда, долго, но результат есть. Из-за тебя теперь на земле отсутствует смерть. Смерть! Это плохо? Живые не умрут, мертвые воскреснут, врачи без работы останутся. Я знаю, кто нам поможет, за мной. Боюсь представить, что сейчас творится на земле. Ты чего это, зятек? Не рад меня видеть? Ой-ой-ой, посмотри, смерть клобухин, что ты натворил. Странно, вроде же все правильно сделал. А что такое? Человек просто катается на тарзанке. Какая тарзанка, он в мир иной хотел отойти. А вон мертвые бродят. Бабушка вернулась. Бежим, меня подожди. Вот странные люди. Когда человек умирает, они плачут и просят его вернуться. Но когда он это делает, они в ужасе от него убегают. А еще из-за тебя, Альбертович Лохотрон, рекламирует. Да сколько можно меня обвинять? Сейчас все починим. Ну и что пришли? Мы сломали косу. Не мы, а ты. Ладно, я сломал косу. Земля без смерти, все плохо, помогите починить. Не, ну тут без ста грамм не разберешься. Трудовик, он и после смерти трудовик. Держите. Все, как новенькое. Ю-ху, счастливый конец, пускайте титры. Не спешите радоваться. Здравствуйте, смерть клановна. А что это за чучело огородное, покрытое кислотой? Это смерть над смертью. А, прекрасно выглядите. Вы же знаете, почему я здесь? Да, договор есть договор. Сдайте свою косу. Эй, я не понял, что значит сдайте? Это что вам, бутылки или муколатура? Закрой свой костлявый рот, или до конца своих дней единственное, кого ты будешь убивать, это Муравьев. Смерть, Клобухин, не вмешивайся. Все, что надо было, ты уже натворил. Я жду. За нарушение договора о мировом порядке. Да ну вы же не виноваты, это все из-за меня. Я слаживаю свои полномочия. И продолжайте. И ожидаю высшую степень наказания. Что? Идемте за мной. А тебя я жду завтра на первом уроке. Что я натворил? Ну что тут сказать, убойная шутка получилась. Перед тем, как это случится, я хочу последний раз зайти в свой класс. Ну что ж, там я вас и уволю. Братик, есть какие-то мысли? Конечно, смерть оптимист видит человека наполовину живым, а смерть пессимист наполовину мертвым. Да я по поводу происходящего. А какие тут могут быть мысли? Смерть клана вну прибьют, а у нас будет новый учитель. Не говори такого, мы бессмерть клановны, как шаурма без мяса. Ну так-то да, еще и эта новая такая противная, явно перед тем, как стать смертью, физику в школе преподавала. Поэтому я сейчас пойду и расскажу все, как было. Давай быстрее, а то вдруг ее уже... После вас. Помню, как первый раз сюда зашла и сказала всем, смертельного утра. Встречайте свою. Смерть клановна, я спасу вас. А ну стоять, куда пошел по помытому? Мне надо. Не пущу, пока пол не высохнет. Из-за меня сейчас умрет невинная смерть. Встречайте свою подружку. Ну ты вжилась в роль, я не могу. Так у него от страха глаза были, как у Чихуахуа, которую вдобавок машиной переехали. Спасибо за помощь, давай за встречу. Она ни при чем, это я виноват. Не понял. Понял. Это вы что, ее решили до смерти чаем напоить? Нет никакой смерти над смертью, это я все придумала. Но зачем? Чтоб знал, как чужие вещи трогать. Меня заскамили. Не, ну на самом деле не особо-то я и поверил. Сверть клобухин. Да ладно, ладно, никогда больше так не буду. Молодец, пойдем я тебя проведу. До свидания. Фух, пока бежал в горле пересохло. О. Ничему меня смерть не учит. Надеюсь, это ни на что не повлияет.